Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, я вам расскажу, как вести себя в той или иной ситуации. Немножко поговорим о домовом. О домовом я записывала отдельное видео. Кому будет интересно, посмотрите плейлист, называется «Защита дома». И там вы про домового более подробно увидите и услышите. И все-таки сейчас я хотела бы поговорить, если у вас пропадают вещи в доме. Вещь пропала, мы всегда к кому обращаемся? К домовому. Верим, не верим, но всегда обращаемся. Почему? Потому что действительно в каждом доме есть домовой. Ну, в каждом, не в каждом. Да, есть дома без домового, но это очень нехорошо, когда там нет домового. Поэтому лучше все-таки его зазвать, и чтобы всегда он присутствовал в нашей жизни. Кто такой домовой? Домовой – это та же чистая энергетика в нашем доме. Вот когда беспорядок, грязь, тогда домовой начинает хулиганить, брать разные вещи, прятать. Да, в общем-то, бывает, что и чисто в квартире, и все-таки пропадают какие-то вещи. Что нужно сделать, когда пропала та или иная вещь? Многие знают различные присказки к обращению к домовому, чтобы вещь вернулась. Еще очень интересный способ. Можно к столу, к ножке стола, привязать сразу же тряпку, тряпка кухонная, полотенчик имеется в виду. Вот тут же вы взяли полотенец, привязали к ножке стола или стула привязывают. Берут тут же веник, который в углу, не забывайте, веник всегда стоит наверх, пушистой стороной. И начинают бить по тряпке, другой край тряпки оттягивают рукой, бить веником, как будто бы вы бьете по пятой точке домового, и говорить, домовой, домовой, поиграл и отдал, домовой, домовой, поиграл и отдал. Еще одна присказка есть очень хорошая. Домовой, домовой, поиграл, верни домой. Но, дорогие мои друзья, это тоже не обязательно делать к ножке стула или стола, привязывать полотенец кухонный или же брать веник. Вы просто, даже если сядете, успокойтесь, перестаньте бегать из комнаты в комнату, переворачивать все на свете, искать, да, просто сядьте, успокойтесь и скажите те же самые слова. Вот две присказки, которые четко работают. Либо «домовой, домовой, поиграл и отдай», или же «домовой, домовой, поиграл, верни домой». Поверьте, и то, и другое работают четко на 100%. Ну, во-первых, давайте разберемся логически, да, почему так происходит. Когда человек начинает суетиться, бегать из одного места в другое, он, естественно, ничего не найдет. Вот даже дочка моя, когда начинает что-то искать, я ей говорю, дочь, подожди, успокойся, и начинай просто разбирать в порядок, приводи свои вещи, и эта вещь обязательно найдется. И поверьте, так оно и бывает. Вот вы просто, просто разберите в доме, наведите порядок. Эта вещь всегда найдется. «Домовой» любит чистоту и порядок. Затем, если вы спокойно сядете на стул, успокоитесь, скажете заветные слова «домовой, домовой, поиграл и отдай», или «домовой, домовой, поиграл, верни домой», неважно, да, это или эта присказка подойдет, вы просто сели и спокойно уже вспомнили, вот когда в последний раз вы держали эту вещь в руках. Так, вы были, допустим, около холодильника, а вдруг вы, допустим, лак для волос поставили в холодильник? Ну, бывает такое, вот в запаре бывает. Было у меня тоже такое, бежала, торопилась на какое-то мероприятие, около холодильника была, и засунула лак для волос в холодильник, понимаете? Вот я вспоминаю, хохочу, было такое дело. Открываю, в холодильнике лак стоит, хотя он там не должен стоять. То есть вы сядьте спокойно, сосредоточьтесь, когда вы держали эту вещь в руках, где вы были, около какого места. Даже если это место, ну, не предназначено для этой вещи, ну, бывает так, что оно именно там и окажется. Поэтому пользуйтесь моими советами, я надеюсь, они были вам полезны. Лайк поставишь, здоровье, счастье, финансы, любовь к себе прибавишь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok